Всем привет, меня зовут Дискодансерон, и сегодня мы поговорим о моей видеокарте GTX 1080i, которую я купил на Авито у Майнера. Если вы хотели услышать, что она сломалась или сгорела, к сожалению, я вас огорчу, всё с ней окей. Я договорился со своим ремонтником, у которого я ремонтировал часто ноутбуки, которые почти полумёртвые были. Но он их, тем не менее, спустя некоторое время умудрялся отремонтировать, мне даже непонятно, как это у него получается, но руки у него действительно из того места, откуда нужно, растут. Мы с ним немного пообщались, я пошёл с видеокартой, короче, он мне всё перепаял. Если кому-то интересно, это был керамический конденсатор, он сгорел, он мне сказал, что я всё-таки легко отделался. Возможно было, что и вся карта помрёт вместе с этим конденсатором, потому что замыкание произошло. Также мы ещё обнаружили, с другой стороны, штука, короче, которая типа краски подковыренную. Он сказал, возможно, туда что-то и попало металлическое, поэтому замкнуло этот конденсатор. Ну, это в теории, но мне кажется, тут всё гораздо проще, то, что карта майнилась там круглыми сутками, и бесконечно майнилась, и в итоге была продана мне. И этот чувак на Авито, я ему написал с другого ника, представился майнером, сказал, что мне нужно несколько видеокарт, не одну, как по какому-то лоху или геймеру, десяток там, или пятидесяток, короче. Он сказал, что у него есть, но у него есть две, и тогда сразу всё стало на свои места. Вот такие вот, короче, пироги. Что же я могу сказать после того, как я приобрёл видеокарту с Авито? Тут очень сложно, и даже не сложно, точнее, в России, наверное, не знаю, потому что все тебя пытаются обмануть или что-то такое, вот какая-то тема, которую люди, русские, любят делать. Нужно быть очень внимательным, прям очень внимательным. Я написал ещё на форуме, перед этим, как я пошёл к своему ремонтнику Мэдди Мурк, или как-то так он называется. Там мне специалисты начали писать, что это отвал, все дела, короче. Ну, это, я так понял, это довольно стандартная тема для этого форума. Но там есть действительно умные люди, которые мне подсказали какие-то моменты, там, сказали то, сё. Ну, а так, как бы, в большинстве там люди сидят такие, не знаю, что они там сидят, обсуждают там FX, которые задрыпаны уже, если честно, старые, древние. Что там их гнать эти AMD-шные? Хрен узнает, это, короче, тема какая-то, такая чисто, как, бич-гейминг там они пишут. Я этого так и не понял, если честно, зачем покупать. В 2019 году процессор морально устаревший, древний, хоть ты его там загонись, он... Ну, как бы, для меня это, ну, нет смысла, я не вижу в этом никакого смысла в 2019 году. Но мне запомнился один из комментаторов, он мне написал, что я, как бы сказать, слишком умный или тупой, надо так вот перефразировать. И не мог догадаться посмотреть какого-то чувака, который там называется, у него канал Майнер Носкар. Я ему написал, что я вроде и сам разбираюсь, как покупать видеокарты, но в то же время опростоволосился. Ну, это в России, это как бы нормальная тема, я так понял. По-другому в России никак опыт не заработать, плохой он всегда получается именно так. Ну, а спустя пару дней я решил все-таки посмотреть этот канал, этого чувака, Майнера, Майнера в Носках. Посмотреть, что же он советует при покупке видеокарт. Какие же впечатления у меня остались после того, как я посмотрел это видео. Если вы ничего не покупали никогда в своей жизни и посмотрите такое видео, вы, скорее всего, и не будете ничего покупать. Бушное, как бы очень пугающе все. Что там, залитые, там, перелитые, перепаянные, там. И как бы столько вещей он наговорил. Ну, вот я много покупал видеокарт с рук. Возможно, да, это было до того, как вот майнинг бум, все дела, когда там все поскупать эти видяхи начали. Ставить фермы там чуть ли не из контейнеров. Мужик тоже здравый, я ничего не говорю, против не имею. Умные вещи, говорит. Но он вас запугает до такой степени, что все идеи о том, чтобы приобрести видеокарту с рук, у вас они просто провалятся куда-нибудь в дыно и, я не знаю, в колодец и утонут там. Потому что это очень страшно на самом деле. Если ты ее купишь там с такой вероятностью, как он рассказывает, где-то 99% видеокарт плохих. Точнее, нет, наверное, 99,9% видеокарт плохих, майнинговых и всякое такое. Естественно, есть такое дело. Но я с ним не согласен, что все-таки на Авито продают нормальные люди тоже. Не только майнеры, которые, не только мошенники, которые там бабос тебя пытаются состричь или что-то такое. Поэтому я решил свою тактику покупки видеокарты GTX 1080 Ti немного обновить. И чуть-чуть попозже я запишу то, как следует, по моему мнению, приобретать видеокарту. Да, мой первый опыт был плачевным. Но как? Как? Как еще в России? Теперь я уже немножечко подучился. Не подучился, я и так многие вещи знал. Но, блин, ну вот так вот получилось, короче. Ну и касательно видеокарты моей, которая GTX 1080 от майнинговая. Сейчас она работает отлично, без всяких проблем. Не греется, как ни странно. В играх только ее разогревала Far Cry 5, там, до 70 градусов. То есть, ну а так вообще 65-67. То есть, вообще, ну, отлично все. Ничего не шумит, не тарахтит, несмотря на разные кулера и всякое такое. Все довольно-таки хорошо и солидно. Ну, единственное, вот там, как бы, такие дефекты, которые на вид внешне влияют и все. Ну и вот сам факт, что, скорее всего, она была с 99% вероятностью, что она участвовала в майнинге, точнее. Вот, а так, в принципе, видеокарта отличная. И за 30 тысяч плюс тысячу я за ремонт отдал. За 31 тысячу это довольно-таки неплохой вариант. Вообще, я смотрел, многие пишут, что покупают отмайнинговые карты уже. Ну и у них все работает. Тут, наверное, как повезет. Либо она крякнет, либо она еще будет работать столько же, сколько там, 500 тысяч лет, пока вы ее там сами не загубите. Либо просто уже новую не купите, потому что это уже будет старое. Но 1080Ti, она еще будет актуальна довольно-таки долго. Чуть попозже я запишу видео, как все-таки приобрести видеокарту с Авито и не попасться, как я. Да, не будьте такими лохами, как вот этот чувак, да. Вот, ну а с вами был Дискодан Саронин. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok